Всем привет ребята, меня зовут Андрей и у нас сегодня будет такой вот небольшой обзорчик на альтернативную историю. Что будет если мир останется без единого правителя, либо правитель будет бездарным. Итак ребята, в одной из прошлых частей мы захватили весь мир. Мы начинали от небольшого государства, Русиния, Киев, зависимого государства на территории Литвы. С четырех провинций. За 350 лет, начиная с 1444 года по примерно 1798 год, за 350 лет нам удалось захватить весь мир. Европу, Азию и Африку. Северная и Южная Америка, а также Австралия стали нашими колониями. Ребята, все империи разваливались рано или поздно. Империя Александра Македонского развалилась сразу же после его смерти. Великая Османская империя развалилась примерно за 150 лет, начиная с середины 18 века. Просто там пришли правители бездарные, которые больше интересовали девочки в гареме, наложницы и венок. Но своими государственными делами они почти не занимали. Все это они переложили на руки своих советников. А советники понимали, что они люди временные, они не хозяева, как например товарищ Сталин. То есть они пришли не навсегда, их поставили, они уйдут. И естественно они занимались набиванием карманов. Так Османская империя, начиная с 18 века, с середины до начала 20, примерно за 150 лет, чуть больше, чуть меньше, развалилась из-за бездарных правителей. Советский Союз развалился чуть быстрее. Быстрее, даже намного быстрее, для этого понадобилось, ну чуть меньше 10 лет. Хватило двух дураков, Ельцина и Горбачева. Впрочем, сейчас не о политике, ребята, а скорее об истории. В нашем случае альтернативной истории. Итак, у нас династия за 350 лет завоевала весь мир. Но что будет, если эта династия, ну скажем, придет бездарный правитель, либо череда бездарных правителей, которые ничем не будут толковым заниматься государственными делами, а будут лишь разваливать государство. Итак, посмотрим. То есть, начиная с 1798 по 2020 год, больше чем 200 лет, мы не принимали абсолютно никаких действий. Мы ничего не делали, не принимали никаких решений, не подавляли восстаний. А восстаний было очень много. То есть, мы, ребята, стали банкротами, причем банкротами несколько раз. У нас была казна больше 100 тысяч и рекрутов было 800 тысяч где-то. Сейчас лимит рекрутов почти 17 тысяч, но это из-за многочисленных восстаний. Сейчас большая часть нашей территории, это Русиния сейчас, да, она захвачена повстанцами. У нас всего лишь две армии, две небольшие армии, ребята. Так, 12 полков, 13 полков, это где-то перед Москвой, ребята. Рядом с Москвой, вот Москва осаждена, и вот в соседней провинции. И 12 полков возле Константинополя, Эдрине. Мы все еще контролируем. Кстати, смотрите, у нас 25 полков, а сколько повстанцев. Вот смотрите, ливонские сепаратисты, 552 тысячи солдат у них, 552 полка. И 111 рядом. То есть, у них восстания, ну не 700 тысяч, 650, чуть больше. То есть, представляете, вот здесь по 45, по 38 тысяч. А в оставших их даже можно не считать. Скажу почему. Вот, смотрите, ордынские сепаратисты, 468 полков. 437 полков, это все ордынские сепаратисты. Рязанские сепаратисты, 976 полков. То есть, почти полмиллиона. Извиняюсь, миллион почти. Но по 30 тысяч, по 80 тысяч их даже можно не считать. Вот смотрите, валашские сепаратисты, 1 миллион 300 тысяч солдат. То есть, представляете, 1300 полков. И здесь же, почти рядом, 685 полков, трансильванские сепаратисты. Здесь 100 тысяч, 95 тысяч. Такими цифрами уже даже не удивишь. 275 тысяч полков, сербские сепаратисты, ребята. И вот здесь, 967, почти миллион. То есть, восставших очень много. Вот здесь тоже, не транские сепаратисты, почти миллион. Миллион 200 богемские сепаратисты, ребята. И вот почти 350 тысяч магдебургские сепаратисты. То есть, представляете, как много восстаний. И скоро у нас некоторые из них объявят независимость. Что по территориям? Раньше у нас были колонии. 12, сейчас 8 осталось. Война за независимость. Это уже не первая война за независимость. На этот раз нам ЮКОН объявил. Вот ЮКОН. Все их территории почти что заняты повстанцами. У них свои. На сей раз партикулисты. В общем, что-то типа революционеров. ЮКОН, Русинская Канада и Русинское Перо воюют против нас, ребята. То есть, начиная с 1893 года. То есть, 127 лет война за независимость идет. Никто воевать не хочет. Но все же война продолжается. Так, некоторые территории воюют за нас, а некоторые против нас. Но здесь мы особо усугубляться не будем, ребята. Что интересно, я покажусь, да. Некоторые индейские племена получили независимость. Как, например, Чинуки. Да, всего лишь одна провинция, как и у Салиши. Но это все-таки независимость. Здесь у нас, ребята, Калифорния. Это одно из редких государств, которые существуют в Европе универсалис 4. Также индейцы Апата и Техас, ребята. Вот Техас примерно здесь и должен находиться. Но вот их территория, ребята. Вот они еще имеют вот здесь территорию. Примерно на территории современной Канады. То есть, ближе к Нью-Йорку. Не там, где они на самом деле должны, ну, если географически в реальности находиться. Тем не менее, две провинции они здесь имеют. Так, далее здесь, ну, не особо, может быть, и интересно. Австралия по-прежнему наша колония. Вот эта центральная часть, как и в реальности, они мало заселены. Здесь, а пустыня. Ну, что-то, ну, что-то типа того. Не очень здесь комфортно жить и люди там не селятся. Англия объявила независимость. Но Ирландия условно по-прежнему в составе нашего государства. Но все эти территории захвачены повстанцами. То есть, разбить этих повстанцев сейчас не представляется никакой возможности. Да, нам и не до них, ребята. То есть, скорее всего, они объявят независимость. У нас здесь большие проблемы. Хотя бы вот эти вот территории нужно удержать. Также Англия. Вот здесь несколько, пару провинций, даже три. Но нам тоже не до этих территорий. Мы вряд ли их сможем удержать. Скорее всего, они достанутся англичанам. Француз. Французы. Не просто французы, а революционная Франция. Они так и... Примерно так и остались. Да, вот. Вот здесь захватили немножко территорию. Но Франция так и осталась сильным государством. Есть Гасконь. Есть Гасконь. Тоже редкое государство из Европы. Универсалис. Здесь мы тоже сохранили пару территорий. Но мы их потеряем, скорее всего. Есть Гренада. Гранада. Редко выживает в Европе. И вот здесь у нас еще пару территорий сохранились. Пока вроде бы сохраняем эти территории. Кастилия и Арагон, ребята. Вот Неаполь. Кастилия была Испанией во время игры. Но сейчас они по-прежнему обрели независимость от нас. Но остались. Вот Сардиния, ребята. Тоже редкое государство. В Европе универсалис. Африку. Африку, может быть, особо подробно не стоит разглядывать. Ну вот Мамлюки. Вот эту пустыню Сахара не считаем. Не такое уж большое государство. Здесь Фуло есть. Конго. Ну вот это вот пустоши. Вот наши территории. Южно-Африканское государство. ЮАР. Республика. Современная. То есть, все это досталось повстанцам. Фанатики Суниты. Скорее всего, отделятся от нас. Моно-Ма-Ма-Тапа. Сложное название. В общем. А, кстати, что интересно. Гранада. Вот здесь территорий тоже имеется. То есть, видите. Вот у нас еще территории вот здесь остались. немножко. Но у нас тоже полмиллиона восставших. И здесь. Да. С повстанцами не так тяжело сражаться. Но. Но мы не сможем их разбить. Поскольку у нас нет рекрутов. И 25 тысяч солдат. Селёж. И территория отдаленная. Так. Здесь что у нас в Малайзии. Ачех. Бруней. Что интересно. Вот Кореи. То есть, Корея существует. Но всего лишь пару провинций. Большую часть территорий занимает Симадзу. Симадзу это скорее всего японцы. Я так понимаю. Вот здесь японцы немножко. Аути. Мори. Дате. И прочее. Япония не стала объединённым государством. Здесь раздробленные княжества. Я так бы сказал. Вот так же интересно. Что здесь с китайцами происходит. У китайцев государство. Минь. Цзинь. Шу. Дали это по-моему. Тоже китайское. Потом Чаньшень. Тоже китайский. То есть. Тоже объединённого Китая не получилось. Но если они вот будут объединяться. Например. Да. Они. Ну могут многого добиться. У них потенциал высокий. Что касается Индии. Тоже вот. У нас здесь есть территории. Небольшие. Если в Китае мы ничего почти не сохранили. То есть. Нет. Не вижу. Не вижу я. Наших территорий. Вот разве что вот это вот. Да. Вот здесь пару провинций. Но мы их тоже потеряем. Здесь полмиллиона восставших. Буддийские фанатики. То есть вообще. Не вариант. Не вариант. Вот здесь в Индии. В Северной Индии. Это где-то район современного. То есть. Блин. Не вспомню даже государство. Пакистан кажется. Пакистан. Современный Пакистан. Плюс-минус. Ребята. То есть. Тоже очень много восставших. Вот. Один миллион. Шестьсот пятьдесят тысяч. Миллион сто. Финские. То есть. Двести. Двести. Сто тысяч. Сто пятьдесят. И здесь где-то еще. Миллион я видел. То есть. Семьсот тысяч. Здесь вообще отбить никак не получится. Скорее всего я думаю. Когда вот эти территории будут захвачены. Они обретут независимость. Но столь большое государство. Большое армия. То есть. Государство маленькое. Но армия большая. Они не смогут содержать. И скорее всего часть будет распущена. Вот миллион восставших. И вот здесь миллион. То есть. Их легче будет завоевать сразу. Здесь миллиона четыре пять восставших минимум. Но как только обретут независимость. Вряд ли они смогут пять миллионов армию содержать. Скорее всего будут распущены часть. Либо они перебьют друг друга. Легче будет заново захватить. И навести порядок. Маратхи и Мадурайи. Мадурайи. Здесь у нас на Цейлоне еще есть провинция. И вот здесь в Южном. В Южной Индии. Скорее всего мы тоже не сохраним. Или даже нет. Это уже не наше государство. Не наша провинция. Вот что интересно. Вот Дальний Восток. Сибирь так и получился. Не освоенный. Даже не исследованные территории. То есть даже вот не Сибирь. Вот Западная Сибирь. Если полностью. Да. Вот Восточная Сибирь не освоена. Но Западную Сибирь заняли англичане. И вот территорию Дальнего Востока. Частично делят между собой буряты и англичане. Следовательно стоит предположить. Если бы Сибирь и Дальний Восток не освоили бы русские и коренные народы. То эти территории заняли бы кто-то другой. В реальности скорее всего эти территории Сибирь и Дальний Восток заняли бы китайцы. Но в данном случае заняли англичане. То есть английская Тартария получается. Вместо шведов у нас получается Лапландия. Русские здесь представлены вот Лапландия. А русские представлены всего лишь одним небольшим государством. Семь провинций это Пермь. И относительно скромная армия. 35 тысяч солдат. То есть если даже те же мятежники на них пойдут. Вряд ли они устоят. Устоят. Казань. Казань обрела независимость. И довольно таки приличное государство ребята. Кстати ребята у нас не такое уж и маленькое государство. Мы по прежнему контролируем Киев, Москву и Новгород ребята. Такие вот ключевые города. И в принципе при желании возможно. Но если не отвоевать весь мир заново. Мы сможем наверное создать сильное государство. Здесь даже есть территории современной центральной Европы. А также восточной Европы. Здесь где-то даже современная Германия. И вот Альпа ребята. Но здесь Альпа. Северная Италия. Но у нас большие проблемы. У нас миланские сепаратисты. Почти 800... 828 тысяч полков. И 150. Больше миллиона. Больше миллиона. И вот здесь еще небольшой отряд. Такой 50 тысяч солдат. То есть Италия тоже не объединенное государство. Раздробленное. Северную Италию нам не удастся удержать. Скорее всего мы теряем ее. Сицилия тоже наша. Но мы эти территории тоже теряем. Здесь 768 тысяч солдат ребята. Так. Здесь Болгария обрела независимость. Греция. Османы не такие сильные. Но контролируют Константинополь. У них сейчас государство даже чуть-чуть меньше. Чем современная. Современная Турция. Но они полностью контролируют Кипр. Кибриз у них называется. И гибрид. Это остров Крит. Если я не ошибаюсь. Немножко по другому они называют этот остров. Современная Сирия. Вот здесь. Вот здесь Сирия. Но вот здесь чуть-чуть дальше. Чуть-чуть Северной Сирии. У нас тоже большие проблемы. Здесь по 500 тысяч. 600. 426. Восставшие. Скорее всего мы тоже не сможем. Не в состоянии будем удержать вот эти вот территории. Современный Ирак, Иран. Здесь Афа, Фарс и Харасан. Ребята. То есть на Кавказе у нас Грузия. Арбидель и Газенков. Ну немножко территории. Есть надежда, что мы их сохраним. Крым больше не является нашим вассалом. Независимое государство. То есть Польша обрела независимость. Ну французы это понятно. Я их уже говорил про них. Дания, Норвегия. Макленбург. Ну в общем очень интересно получилось. Такие государства, которые могли бы не существовать. Вот. В Европе Универсалис 4. В самой игре. Но это все. Это не про политику, ребята. Это все про игру, ребята. В общем. Интересно было, не интересно. Оставляйте свое мнение в комментариях под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Оставляйте. Подписывайтесь на канал. Мнение свое оставляйте. Всем пока, ребята.